Остановилась на светофоре и получила штраф за неправильную парковку. Курьез. И этот случай произошел с московской автомобилисткой. Какие еще необычные штрафы попадаются в письмах счастья и какие из них опротестовать ну просто невозможно. Разбирался Владимир Стариков. Я стояла вот так на светофоре. Горел красный свет. Я не видела даже службы парковочной. Никто рядом не стоял. Крупный штраф за неправильную парковку Екатерина Бабичева получила стоя на светофоре. Пока горел красный свет, паркон, подкрашившийся сзади, снял ее машину дважды. На фотографиях здесь сразу видно, что я стояла на красный свет, на стоп-сигналы у меня зажжены. На зеленый они погасли, потому что я начала движение. Удивительное невезение. Вторую фотографию прибор сделал буквально в ту же секунду, как машина тронулась. Но техники этого не объяснишь. Знак перед светофором есть. Минута машины стояла в крайнем ряду, а значит штраф 3000 рублей. Когда я получила штраф, я, конечно, была в шоке, потому что у меня столько возмущений внутри сразу произошло. Я написала сразу жалобу и жду результата сейчас. На форумах автомобилистов в таких ситуациях грешат на сами приборы. Но их разработчики уверяют, техника не виновата. Суммарная такая вероятность ошибки на несколько процентов. Во-первых, если номерной знак автомобиля грязен до чрезвычайности. Во-вторых, бывают случаи, когда номерные знаки перекрываются. В конечном счёте штраф выносит не прибор, а живой человек, который проверяет сделанные фотографии. В данном случае сотрудник МАДИ. Ему кадры из Зеленограда подозрительными не показались. При обращении к нам автомобилистки мы отменили этот штраф. Мы приносим извинения и хотим подчеркнуть, что во всех спорных ситуациях МАДИ всегда принимает сторону автомобилиста. Самому автомобилисту важно не зевать. На обжалование есть всего 10 дней. У Натальи Каплиной штраф не менее курьёзный. Её остановил сотрудник ДПС для проверки документов. Прямо под запрещающим знаком. Документы оказались в порядке. А через неделю пришло письмо счастья, когда Наталья уже была в отъезде. Сотрудник ГИБДД у меня ощущение, что намеренно остановил в этом месте. И мне спустя какое-то время пришёл штраф на 3000 рублей. И все мои попытки обжаловать были безрезультатны, поскольку сказали, что я пропустила срок для обжалования данного постановления. Штраф наверняка бы отменили. На фото отчётливо видна и машина ДПС, и сам сотрудник. Сложнее бывает, когда на кадрах с прибора нет таких явных доказательств. Тогда, говорят эксперты, чтобы не платить незаслуженный штраф, придётся поработать самому. Можно попробовать найти камеры видеозаписи, которые могут быть где-то рядом на магазине, на доме. Ну, для того, чтобы точно закрепить эффект. Посмотреть записи видеорегистратора. Сейчас уже каждая третья машина им обладает. Поэтому, чем больше доказательную базу собрать, тем, конечно же, будет проще. Главное — доказать, что нарушения действительно не было. Владимир Стариков, Иван Скворцов, Дмитрий Петровский и Анна Балан. Весть.